Зимой 2018 года я много работал. Монтировать свои видео у меня времени не было. К слову, устроился я на работу монтажером в офис, сделав хобби своей работой. От этого и монтировать свои видео не было ни времени, ни желания. Как говорится, сделай хобби своей работой и возненавидишь его. Но совсем снимать видео я не перестал. Сначала на работу я ездил на общественном транспорте, а затем купил свой первый скутер Фонда Дио 28 СССР. Был он в плачевном состоянии, но хорошо ездил. Купил я его за 14 тысяч рублей. Он был на ходу и даже с документами, но ехал очень медленно, примерно как мой велосипед, всего 38 километров в час. В сервисе мне сказали, что починить его не получится. Он собран из того, что было и у него что-то с вариатором. Я ездил после рабочего дня в город прокатиться, а затем домой. Интересно, что полиция меня на этом скутере не трогала. Смотрела в упор, но не тормозила. Я спокойно катался. Примерно через три месяца я купил себе другой скутер, Хонда Дио 28, который уже был красивый, четкий, быстрый, ехал он аж 74 километра в час. Но на нем меня постоянно останавливала полиция. Сотрудники ДПС, как только меня увидят, сразу тормозили. Бывало такое, что даже я еду, и они сзади догоняют кря-кря. Газелист останавливается на ближайшей остановке, думая, что это ему. Они ему машут, типа давай проезжай, меня прижимают к обочине. Денег он съедал очень много. На полицию и ремонт я потратил больше, чем на покупку этого скутера. Так что радости от него было мало. Ехал он превосходно и даже тянул двоих в гору легко, но тратить деньги я не хотел. Поэтому прицепил его цепью к дереву во дворе, и дальше ездил на работу на автобусе. Центр Сочи. Новый год 2018 на 2019. 28 декабря. Сочинская телебашня, самое высокое сооружение города в этом году на чемпионате. Анатмира обзавелась необычной подсветкой, и поиспользовали ее. Тогда смеси соку потушили, но она не сломалась, а ее вот берегли на всякие случаи, оказывается. Иногда все-таки включают. Очень красиво выглядит. Класс. Впечатляюще так выглядит. Только в этом году начали использовать. Все эти годы, с 1960-х она стоит здесь, и особо ей не уделяли внимания. И как-то вверх. Они обычно по сторонам рассыпаются, а этот как грелка вот так направлена. Наконец-то в Сочи ветер. Ну, я живу в таком месте, где его нет, поэтому почувствовать его в центре было неожиданно и приятно. Привет, Андрейтор. Ты видишь меня? Посмотри еще. Нас немного растрепало, но это даже круто. С моря дует, и, наверное, будет дождь. Короткое включение, пару слов о сочинской погоде. Когда вам некие люди будут рассказывать, как в Сочи хорошо и тепло, насколько же здесь классно, вы не думаете, что все реально совсем по-другому. Это все-таки Россия, и не может быть, чтобы тут было совсем тепло. Вот Сочи. 10 января. Это вот Иний. Все такое беленькое от мороза. Там также мост. Все померзшее. Доски все белые, замерзли. Вот лед. Как бы мороз-то он есть. Просто дело в том, что он не такой, как в некоторых городах, что там минус 20 долбит и так далее. Здесь не бывает минус 20, редко бывает минус 15. Ну, естественно, зимой холодно. Просто, может, не так холодно и не так ветрено, как в других городах. Вот я слышал, что в Ростовской области зимой прям тебя еще сдувает мороз, и тебя еще сдувает нафиг. Здесь ветра сильного нет. Если холодно, то так вот, умеренный воздух. Такой особо, может, этого и не замечаешь относительно других городов. Ну, естественно, тоже дрибодан. Никакой курортности нет, как вот там, может, в Майами где-нибудь поехать и зимы не заметить. Такого здесь не будет. Естественно. Так что в Сочи тоже холодно. Теперь вы знаете. Только у меня руки трясутся. Порой я подрабатывал настройки по штукатурке и демонтажу. Мы с мужиками сносили и вывозили из новостроек стены и перегородки. Это было очень интересно. Ломать мне и так нравится, особенно, когда за это платят, вообще восторг. А вот от монтажа видео я очень устал. Мне очень не хотелось это делать. И с тех пор, как я устроился на работу по монтажу, своим видео монтировать я стал еще меньше. И чем больше я не выгружал видео на канал, тем больше мне не хотелось их начинать монтировать, и даже снимать я стал намного меньше. Я работал, гулял на море и играл на своих игровых приставках. У меня тогда еще была PlayStation 3 и PlayStation 4. Порой я выбирался на природу на рыжем скутере, но так, чтобы меня не остановили. Обычно это было рано утром. В тот период у меня было сразу два скутера с документами и на ходу. Honda Dio 28 SR, черный и Honda Dio 28, оранжевый. Оранжевый был намного бодрее. Он был твердый, такой спортивный, как какая-то заряженная тачка. А черный был мягкий, диван такой, на котором комфортно ехать, но тащился он еле-еле. 38, он почти в раз был медленнее, чем оранжевый. На водопады было ездить интересно. Или просто куда-нибудь на природу, где мало полиции, и вероятность того, что тебя остановят сотрудники ДПС, крайне мала. Так я проводил зиму, живя с двумя скутерами, двумя приставками, двумя смартфонами. В общем, у меня хватало чем заняться. Иногда кто-то писал на канале, типа, где видосы. А я просто ходил на работу, приходил домой поужинать, и уже пора было ложиться спать. И в такие моменты задаешься вопросом, кто же эти люди, которые продолжают работать наемным сотрудником где-то, и продолжают вести свой канал. Это просто удивительно, когда человек работает и продолжает публиковать видео. Кто занимается монтажом? Ведь это съедает огромное количество времени. Примерно так проходила моя зима. Я немножко занимался спортом, что-то делал, шевелился, гулял, но, к сожалению, монтировать видео некому. Видосы я немножко снимал периодически, но не выгружал. Ну а что было дальше, покажу в одном из следующих влогов. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok